А, кстати говоря, вот он наш 41-й автобус, и он нехило так возит, 22 человека. Ну, потому что, учитывая, что в Кольном, это на сегодняшний день, тут единственная возможность на чём-то доехать, а вот ещё один автобус, тоже 8 человек, хорошо ездит. Причём, смотрите, вот у этого дома покрытие 41-й, 11-й, 17-й автобус, а вот буквально у соседнего чуть ли не весь город покрытие. И вот тут живёт, а, тут живёт 7 человек, а, и тут живёт 11, ну, в общем, всё нормально. Нет, реально, мне очень уже нравится эта игра, посмотрите, как в реальности едет пятый троллейбус, один за другим. Я вообще не виноват в этом, они сами так едут. Причём, вот ещё один пятый троллейбус, и ещё один, эээ, ну, просто шикарно. Нету слов. Высокая реалистичность. Э, а, ты чё там делаешь? Ты чё посреди дороги-то встал? Не мешай 18-му троллейбусу. Вы чё делаете? Взяли... Э-э-э, не дай... Э-э-э-э... Э-э-э... Э-э-э... Нет! Стой! Это, это... Я не знаю, как это прокомментировать. А... А... И они все еще живы. Ну, просто вот... Без комментариев. Я хотел проложить еще один автобусный маршрут. Он у меня будет за номером 25. И будет ходить от Агропрома. От станции Лесок. Вот здесь вот. Вот так проходить. Через пятый микроэндашковый песочник. По вот этой вот улице. Большой. А дальше даже не знаю, как его бы пустить. Так, чтобы вообще он не попал вот в эту дыру. Наверное, вот так. Вот здесь вот я его пущу вот сюда. И... И до центрального рынка. Верну автобус на старую конечную. Ну вот автобус, который... Которому я дал номер 25. Идет он от Агропрома. Через Новоселов 60. Пятый микрорайон Песочни. Потом вот по Большой улице. Там, где 75 маршрутка в Реале ходит. Дальше по Новой. Через Театралку. По Маяковскому. И до центрального рынка. До центрального рынка, потому что... Я не хочу захламлять еще одним маршрутом вот этот вот участок, на котором, ну, очень много транспорта. И так уже. Давайте сейчас вернем транспортные средства. Чтобы понять масштаб трагедии. А у нас тут тем временем на Театральный Аврал. Поэтому я тут беру и... Я вижу, что у меня тут проблема с автобусом номер 71. Давайте мы его, опа, отключим. Чтобы поехал. Потому что тут очень много народу ждет 6-го троллейбуса. А он банально не может просто доехать. Вот такая вот грустная история. Вот все. А вот вроде бы 7. По идее сейчас... Ну ладно. Не буду говорить. Но, в общем, наверное, изменю 70... Укороченные рейсы семерки. Может быть, я их вообще отменю. Хотя их только ввели в реальности. Наверное, может быть, месяца 2-ка не существует. Ну, неудобно это, конечно. Иметь такую большую конечную. А вот этого я, кстати, не понял. Я вот все думал, когда же гармошки поедут на маршруты, кроме тройки. И вот тут вот это произошло. Мы сейчас видим то, чего не может быть в реальности. Трехсекционный троллейбус по маршруту. Площадь свободы. Лесопарк. Идеально. Ё-моё. Посмотрите. Просто все стоит и не едет. Давайте 10-й троллейбус отключим. Временно. Потому что только так это решается. Сейчас, может быть, все проедет. На самом деле это ужасно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Какой же тут ужас творится. А еще тут очень большая проблема со светофорами. То есть, смотрите. Вот, допустим, загорается зеленый. Стоят два троллейбуса. Один троллейбус проезжает. А второй троллейбус берет и останавливается прямо на зеленом. И не едет. И все. Вот это тоже ужасно. Ё-моё. А тут-то вы что творите? Вы просто посмотрите. Я вот этого не понимаю. Что тут вообще как-то происходит? Вот скорая хочет проехать. А ее не пускают. Вот эти все автобусы. Они-то устанавливаются. И тут очередной оврал. Это ужасно. Что ж, я, пожалуй, определился, что я сейчас буду делать. Это, конечно, будет довольно-таки сложная штука. Заключается она в том, что мне сделают дублер московского шоссе. В реальности это и дублеры тоже планируется. Но у нас он будет небольшим и, по большей части, для общественного транспорта. Вот, допустим, вот отсюда, от улицы Островского, будет идти вот так эстакада. И она будет соединяться вот с этим вот хвостиком. По-моему, как называется? Парковый проспект, что ли. Так он называется. И будет он выходить на существующую троллейбусную линию. Параллельно с этим я построю троллейбусную линию по высоковольтной. Вот тут немного она будет под Зержинки. Затем я ее прощу по Татарской. И вот с выходом на Маяковск. И сюда перенаправлен, наверное, 16-й троллейбус, 17-й троллейбус, 9-й троллейбус. Ну и, наверное, все. Ну это чтобы как раз вот было. Итак, давайте же начнем уже его строить. Пожалуй, начнем с подъездных троллейбусных линий. То есть у нас будет съезд вот сюда. В общем, что я сделал? Я построил вот такой вот участочек на эстакаде, соединяющий улицу Островского и Парковый проспект. Но он чисто для общественного транспорта создан. Таким образом, я пустил на него маршруты троллейбусные 8, 16 и 17. И, может быть, хоть немножечко, но это поможет. Ну и также, наверное, еще увеличу интервал на пятерке до 40 минут. Хотя она еще не выехала, ну ладно. Ну и тогда еще раз посмотрим, что у нас выйдет из этого. То есть у нас тут, получается, остается еще одно предложение. Здорово, мы с пацанами всего лишь простые рабочие. Но ты же понимаешь, без транспорта проводим. Могут нам подсовить. Перевести 150 синих воротничков. Что это за название такое? КАЭС-завод. Очистительный завод. Завод и фабрика. Вознаграждение 2,500. Где вы хоть? Судя по точкам, это где-то в районе завода Реоцветмет, Восточный промузел, Новоризанская ТЭЦ, нефтезавод. И что-то в районе 203-го километра. Странно, конечно. Так, ну пока что я не вижу улучшения ситуации. Но какие-то троллейбусные маршруты, я думаю, каким троллейбусным маршрутом очень сильно подвезет. Да, лагает уже, конечно, от такого большого количества транспорта. А вот это вот дублёр Московского шоссе, это уже чисто вот из-за того, чтобы не было вот этих вот пробок. Хотя они тут всё равно. Как мы видим, тут первый троллейбус. Наверное, надо бы их все перезагрузить. И первый троллейбус, и у семнадцатый. Тогда, может, что-нибудь поедет. Хотя вот четвёртый автобус уже тоже, наверное, надо будет перекидывать вот сюда. А ещё, кстати говоря, это видео как раз вот должно намекнуть на то, что нужен какой-то внеуличный транспорт. Потому что, как вы видите, можно даже спокойно провести прямую линию по этим пробкам. Вернее, никак. Ну, не прямую, конечно, кривую. Но она будет одна. То есть вот так, так, вот так и так. Вот здесь вот она идёт. Вот тут вот дальше. И в московский. И тут она уже как бы должна разветлиться. Но она не разветвляется, потому что я сейчас ещё четвёртый автобус отменил. То есть у нас есть основной транспортный коридор. Ну что ж, я думаю, пора подводить итоги. Самый основной итог – это то, что мы создали огроменную пробку в центре города из общественного транспорта. И не только в центре города. Даже песочник, посмотрите, какой тут хаос. Ну и давайте смотреть вот эти все панели данных. Покрытие, уровень покрытия у нас вот такой вот. Почему-то у нас центральный спортивный комплекс не покрыт линиями. Который-то почему-то безбольный стадион. Потому что футбольного нет. Ладно, по графикам. Популярность компании. Да, не особо. Но среди бизнесменов она почему-то растёт. По количеству линий понятно. Удовлетворённость пассажирам маршрута. Никто не удовлетворён. Везде отрицательный, наверное. А растёт только у бизнесменов очень хорошо. Если можно назвать очень хорошим. Перевезено пассажиров. Ну да, кстати, автобус перевозит даже больше, чем троллейбус. Ну это, наверное, потому что я там уже начал убивать. Отменять маршруты. Ладно, удовлетворённость пассажирам стоимостью билетов. Тоже как-то не удовлетворены. Ну, естественно. В принципе, да, похоже на Рязань. Если бы не одно но. И это но под названием вот эти вот пробки из общественного транспорта. А если ещё добавить маршрутки, это будет просто капец. Также месячные проездные. Кстати, я давно что-то не изменял стоимость проезда. Месячные проездные. Кстати, пенсионеры не пользуются месячными проездными. Вот понимаете? Вот она разница между citizen motion и реальной жизнью. У нас пенсионеры почти все поголовно имеют проездные. Тут никто не имеет. Ладно. Денежный поток. Ну, тут он у нас в плюсе. Естественно. Так. Транспорт на линиях. Ну, сейчас, наверное... А, нет. Тоже много. Штрафы зайца. Да уж, я вам скажу, штрафов много. Ну, и репутация компании тоже, где у нас всё очень плохо. Кстати, хотя, потому что она у нас падает, вот уже пенсионеров, вон какая репутация низкая. По городу, население города чуть больше 30 тысяч. Стоимость цены на топливо. Электроэнергии дешевле. Дизели. Вот уже на шестом автобусе сломалось транспортное средство. Экономика. Развитие уменьшается. Ну, и что же, давайте смотреть по поводу денег. Доходов. Как видите, у нас довольно-таки большой доход вообще, но чистая прибыль мизерная. Причём троллейбусы у нас экономически лучше, чем автобусы. Хотя у них сборы за билеты поменьше будут. Но всё равно троллейбус привезет нам большую прибыль. Стоимость на билеты, кстати, вот действительно её опять надо повышать. Держу её в пределах белой цены, потому что реально народ нас не очень доволен. Вот уже и на шестидесятом автобусе транспортное средство сломалось. Ну и давайте сейчас я быстренько выведу самые популярные и непопулярные маршруты, ну и сравним, собственно, с тем, что у нас происходит за окном. Итак, ну по автобусам у нас такая ситуация. Самые популярные, самые такие прибыльные маршруты у нас это 20-й автобус и 34-й автобус. В принципе, более-менее похоже на реальность, но у нас, по-моему, самый такой хорошо возимый это 17-й. И тут он почему-то у нас довольно-таки убыточен. Но при этом у него транспортный оборот больше. Ну а самые такие неприбыльные это 11-й почему-то, хотя на самом деле 11-й автобус неплохо так водит. 13-й автобус, ну это, видимо, из-за того, что на нём работают гармошки. Поэтому так и выходит. Теперь давайте смотреть по троллейбусам. А вот по троллейбусам, по-моему, вообще никакого отношения к реальности ситуация не имеет. Потому что самые популярные троллейбусы это 17-й и 18-й, ну тот, который мы проложили. А самые непопулярные, самые убыточные, это, внимание, третий троллейбус. Третий троллейбус. Ну и на лесопарк, ну это, наверное, потому что не выходной. Так, ну давайте сделаем ещё кое-что напоследок. Сейчас я прикрою остановки. А именно, решим, попытаемся, вернее, решить проблему с этим, с Дягилевым. Давайте сейчас посмотрим, что там у нас по пробочкам. А тут у нас пусто. Но всё равно это сейчас пусто, а потом, скорее всего, уже будет не так пусто. Поэтому я проложу дорогу вот отсюда и вот так. То есть, получается, даже, наверное, вот отсюда и вот так, от улицы Крупской. Или от новаторов, даже не знаю. Давайте от Крупской. Блин, а это, наверное, же только для этих. Так, сделаем. Ладно. Потом мост. Мост. А, и вот сюда. И вот так вот. По эстакаде. Сюда по эстакаде. И как-нибудь вот сюда. Вот, вот так. Это вот типа дублёр вот этой развязки. Не знаю, как получится, но надеюсь, что будет хорошо. Вот. Так, теперь давайте ещё быстренько проглянем. Что-то у нас прям автобусы очень сильно ломаются. Особенно 34-й. Но оно понятно, что 34-й маршрут, он идёт довольно-таки далеко. К сожалению. А так вот. Что у нас тут ещё поломалось? А, ну 60-й автобус тоже далеко. То есть вот те автобусы, которые далеко, они уже на грани поломок. Ну да ладно. В следующей серии, возможно, я проложу дорогу вот так вот. То есть от Мервина до вот этой развязки, где лента. Ну это сказать... Ну я тогда уже промотаю до раннего утра. И давайте ещё, может, посмотрим на вечерний час пик. Так вот. Как вы видите, пробка у нас исчезла. Ну это может потому, что троллейбусы ещё не выехали на линию. Ну вот тут вот, кстати говоря, есть автобусы, троллейбусы, они стоят. Причём, смотрите какой-нибудь интервал у 10-го маршрута. Да, то есть всё равно, как ни крути, а проблема присутствует. С этим. А, ещё в песочне были. О, да. Вот в песочне у нас тут. На перекрёстке новосёлов и советской армии какая-то хрень. Скажем прямо. Давайте вот даже вот, чтобы вы поняли. На мой взгляд, сейчас основной минус citizen motion это вот эти дурацкие светофоры. И никак их не настроишь вообще. То есть, и они пропускают... Вот давайте смотреть. Вот есть 17-й автобус, 32-й и 3-й. Сколько пропустит транспортно-светофор? Всё. Ну, тут, конечно, тоже неудобно, потому что тут следующие. То есть, давайте вот смотреть, проедет ли автобус 17-й. О, 32-й уже встал. Всё, не едет. Вот это вот просто меня очень сильно раздражает. Эти дрёбаные светофоры. А в результате у нас пробка. Практически до кольца Шереметьево. Ужасно. Ну, вот так как-то. Следующий выпуск я постараюсь выложить через неделю. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...